Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Буханова. Сегодня мы будем готовить блюдо из кабачков. Мы уже всей семьёй подсели на это блюдо. Оно просто потрясающее! Кабачки тают во рту. Их едят с удовольствием как взрослые, так и дети. Оставайтесь со мной, и я расскажу вам свой рецепт. Для приготовления мне потребуется 2 средних кабачка, 2 яйца, 100 грамм тертого сыра, мука приблизительно 100 грамм, 100 грамм панировочных сухих сухарей, соль по вкусу и смесь трав. У меня также здесь по вкусу. Всё на столе, приступаем к приготовлению. Кабачки моем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на средние полоски. Приблизительно вот на такие брусочки. Для этого рецепта хорошо использовать молодые кабачки. Их не нужно очищать. Сразу берём пустую чашу и сюда перекладываем кусочки кабачков. И то же самое проделываем далее. Нарезаем на вот такие брусочки. В чашу с кабачками нужно добавить соль. Вот так немного солим. И хорошо перемешать всё. После того, как всё перемешали, отставляем чашу в сторону примерно минут на 10, чтобы кабачки выделили сок. Берём пустую чашу, разбиваем сюда яйца. Сюда добавляю щепотку соли. И пересыпаю травой. Хорошо всё это перемешаю венчиком. Вот такая однородная масса у нас получается. В чашу с панировочными сухарями я отправляю мелко натертый сыр. Используйте любой сыр, какой вам нравится. И перемешиваю всё. Из чаши с кабачками сливаем жидкость в раковину. Затем в сковороду прогреваем, вливаем туда растительное масло. И поступаем следующим образом. Берём кусочек кабачка, обваливаем в муке. Затем окунаем в яйцо. И после этого этот кусочек обваливаем в смеси сыра и панировочных сухарей. И отправляем кусочек кабачка на сковороду. То же самое проделываем с другими кусочками. И выкладываем на сковороду. Обжариваем на небольшом огне в течение 5-7 минут с обеих сторон. Готовим под крышкой. И обжариваем с другой стороны. И пока у меня жарятся кабачки, я сделаю соус для них. Для него мне потребуется 1 яйцо, 1 чайная ложка горчицы, 2 чесночных зубчика, чеснок пропускаем через пресс, укроп, небольшой пучок измельчаем ножом, чайная ложка сока лимона, соль, щепотка и чайная ложка соевого соуса. Все на столе, приступаем к приготовлению. В пустой стакан разбиваю яйцо. Сюда же выливаю сок лимона. Добавляю горчицу. Отправляю сюда же чеснок, укроп и щепотку соли. Все это взбиваю в течение 1-2 минут обычным погружным блендером. В готовый однородный соус добавляю соевый соус. 1 чайную ложку. И хорошо перемешиваю. Дорогие друзья, кабачки готовы. И соус к ним тоже готов. Вот так аппетитно все выглядит. Вы не представляете, как это вкусно. Кабачки хрустят. Корочка румяная, хрустящая. И сочные кабачки внутри. Это просто объедение. Ммм, как же это вкусно. Дорогие друзья, вот и все. Вот такие замечательные кабачки я сегодня приготовила. Это очень-очень вкусно. Попробуйте. Также такие кабачки можно готовить и в духовке. Только чуть-чуть увеличивайте время приготовления. 15 минут при 190 градусах. Получится тоже очень вкусно. Ну, а я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Другие рецепты из кабачков вы также можете посмотреть на моем канале. Ссылка будет внизу в описании под видео. И подписывайтесь на мой новый канал. Влог Ирины Пыхановой. Ссылочка также внизу под видео. Всем пока. До новых встреч.